Всем бомжур, ребят! Ну что, Battlefield 2042 продолжается, поэтому поговорим про текущие события. Сейчас у нас проходит новый ивентик с новым режимом, с новым старым режимом SBF1 под названием «Линия фронта». Поговорим, как оно, как играется, какие плюсы, какие минусы, в общем, всё обсудим. А также у нас вышло обновление под номером 7.1, которое вроде как поправило визуальную отдачу на многих словах. Плюс в портале были замечены интересные приколы, как, например, новая раскраска на технику SBF3. А также новый, не вышедший тепловой прицел для основной игры 2042. В общем, сейчас всё обсудим, поэтому смотрите обязательно до конца и погнали! И да, хочу ещё выразить благодарность всем тем, кто подписался на последнем видосе. Парни, всем огромное спасибо, подписалось достаточно много людей. Оказывается, про это действительно надо иногда напоминать, поэтому, ну и в этот раз, если не сложно, подпишитесь там, все дела, будет круто. Ну и всё, теперь уже точно погнали. Парни, если вам нужен хороший аккаунт на борту с Battlefield, то советую обратить свое внимание на такую площадку, как PlayRock. PlayRock это маркетплейс, на котором более 400 игр и приложений, просто огромный ассортимент игровых товаров различной тематики, ключи, услуги, аккаунты и многое другое. Покупка происходит буквально в два клика, выбираете нужный товар и оплачиваете одним из многочисленных способов оплаты, включая зарубежные карты. После чего получаете данные от аккаунта в чате с поддержкой. В надежности платформы можно не сомневаться, так как ей воспользовались и написали свой отзыв уже более трех миллионов пользователей. Также, помимо покупки, вы можете продавать свои товары и услуги и зарабатывать на этом реальные деньги. Ссылка на PlayRock будет в описании к видео, залетайте. Окей, в первую очередь, конечно же, новый ивент и новый режим. Тот самый режим, который был BF1 под названием линии фронта. Но тут, кстати, играется почему-то иначе. Почему, к сожалению, понять не могу, так как уже не помню, что там было в BF1, но явно что-то не так. Хотя, в целом, играется тоже неплохо. Косметика, которую мы можем получить, играя в этот режим, это значок для баннера. Далее идет брелок на оружие. Потом идет скин на снайперскую винтовку DXR1. И на десерт за 100 нашивок эпический скин на Бориса. Ну и в магазине, понятное дело, много всяких новых наборов. Но если вы получите всю бесплатную косметику, то наборы из магазина станут немного дешевле, потому что вы уже получите те предметы, которые входят в эти наборы. По режиму в двух словах, если кто не играл, режим сочетает в себе два типа игры. Это прорыв и штурм в одном флаконе. Изначально каждая сторона начинает на своей точке, и все стягиваются к центру, дабы захватить среднюю основную точку. Начинается достаточно жаркий замес, и та команда, которая захватила среднюю точку, получает возможность на ней появляться, так как это становится их базой. А та команда, которую точку захватить не смогла, отступает на свою базу, которая в свою очередь становится активной точкой для ее захвата. И той команде, которая захватила среднюю точку, выделяется небольшое количество очков подкрепления, чтобы она смогла захватить следующую точку врага, которая раньше была их базой. И далее происходят два сценария. Первый. Если атакующей команде удалось захватить и следующую точку врага, то теперь она становится их базой, а проигрывающая команда отступает еще дальше назад, где ей уже нужно оборонять два имкома, как в штурме. И плюс им выдается тяжелая легкая техника, а атакующей команде надо заминировать эти имкомы, чтобы соответственно выиграть раунд. Или же второй вариант. Если атакующая команда за определенное количество очков подкрепления не смогла захватить следующую точку, то тогда уже их база превращается в точку для захвата, которую им нужно будет оборонять. И соответственно, та команда, которая оборонялась, теперь уже должна эту точку захватить. Тоже за определенное количество очков подкрепления. И тем самым мы получаем вот эту вот линию фронта с базой и точкой для захвата, которая постоянно двигается то в одну, то в другую сторону. Блин, надеюсь, понятно объяснил для тех, кто не играл. И в целом, когда обе команды плюс-минус одинаковые, и обе активно играют и захватывают точки, линия фронта действительно постоянно двигается то в одну, то в другую сторону на несколько точек, это даже начинает приносить фан. Но! Есть одно большое жирное но. Лично на моей практике, когда все движется по задуманному разработчиками сценарию, происходит в 10-максимум 20% случаев, потому что во всех остальных сценариях все происходит в точности этому противоположное. Или же одна команда едет просто катком по другой и быстро захватывает точку за точкой, или же одна команда захватывает среднюю точку и хоть ты об стенку расшибись, ни в какую не можешь захватить следующую точку и их откидывает назад. И вот это может поражаться не один, не два, не три раза, а просто бесконечно. Потому что, а, либо команда просто тупая, какая мне обычной попадается, и ни у кого банально не хватает мозгов закидать все дымом и спокойно прорашить. И один, как идиот, пробрасываю везде дымы, вырываюсь на точку врага, убиваю двоих-троих, пытаюсь что-то там, какие-то маяки поставить, еще что-то сделает. Меня, соответственно, конечно же, убивает. А потом я смотрю на миникарту и понимаю, что штурмовал-то я один. А все мои бравые идиоты так и сидят на линии фронта и просто перестреливаются. И никто особо ничего делать и не собирается у нас. Соответственно, заканчиваются очки подкрепления и нас откидывает назад. И вот так вот по кругу продолжается. И вот тут просто начинает жопа гореть. Либо вариант Б. Моя команда вроде как штурмует, все забегают, с дымами все хорошо, но нам банально не хватает очков подкрепления. Я не помню точно, сколько там дается, но дается точно немного и нас снова откидывает на точку назад. Соответственно, другая команда не может захватить и нашу точку, потому что мы ее хорошо обороняем и даже на подступах их просто всех срезаем. И начинаются эти бесконечные качели. По беготне туда-сюда и происходить все это может просто бесконечно. А катка на минутку длится что-то около 40-50 минут. И заебывает это просто страшно. Ты отыгрываешь одну катку и следующую тебе уже банально не хочется играть. В общем, если как-то подытожить по режиму, он определенно неплохой. В каких-то моментах бывает очень даже фановый. В него хочется возвращаться, но насчет того, что катки непомерно долгие и некоторые люди будто бы не понимают, как в этот режим играть, начинает гореть жопа. Потому что люди даже тут додумываются в атакующей команде брать снайперов. Снайперов, блять, люди вы вообще нормальные. Что с вами такое-то вообще? Какие снайперы? Правильно, зачем бежать, рашить, захватывать точки? Посижу лучше снайпером, попержу, да? Также, что уже, конечно, имха. Мне, как любителю техники, очень ее тут не хватает. И мне надоедает это достаточно быстро. Одна-две катки максимум и все, больше играть не хочется. Эти два последних танка на последних точках на имкомах не в счет, потому что до них чаще всего даже не доходит. Поэтому тот же режим контроль из другого ивента лично для меня просто на голову выше. Я бы даже сказал на 10 голов. Только в него играл, когда он был доступен. И вот не понимаю, почему его оставили, не оставили на постоянке. Все от него были в восторге, но нет, все равно убрали. Но если не брать его в расчет, текущий ивентовый режим, наверное, наверное, самый лучший из тех, что был до этого в 2042. Мне он даже больше прорыва нравится. Так как прорыв я вообще не играю, а в этот точно бы периодически заходил. Единственное, по цифрам надо немного подкрутить, чтобы очков подкрепления давали побольше и сократить общую продолжительность матча, чтобы не играть одну катку по 50 минут. Также на этой неделе во вторник в ивентовый режим добавили плюс одну новую карту, горячая точка. Уже попробовал, в целом играется тоже неплохо. А вот засекречено в этой долбежке в два прохода это кошмар. По-моему, какой режим на ней не включи, играется везде одинаково. Раньше я манифест ненавидел, а теперь это почетное место гордо занимает засекречено. Вообще не имею ничего против того, кому такой стиль геймплея нравится, пожалуйста, но тема определенно не моя. Окей, про новый режим поговорили. Вы, кстати, обязательно пишите, как к новым вам, зашел или не зашел. Ну а мы я им дальше расскажу про пару приколов касательно режима портал. Первый. В портале был найден не вышедший тепловой прицел для основной игры 2042. Сейчас вы можете создать кастомный сервер в портале, и в настройках прицелов для основного оружия 2042 можно выбрать новый теплак. На представленном видео видно, как челик надел его на М5А3, при этом прицел имеет дичайшие засветы, что целиться и стрелять с его помощью, понятное дело, нереально. И тут как бы две теории, в связи с чем такие адские засветы. Первое. В игру планировали, возможно, планировали добавить полноценные ночные карты, где было бы реально темно, как у кого-то в жопе. Как раз таки там этот засвет, наверное, бы и нивелировался бы. И, слава богу, кстати, что не добавили, ночные карты это та еще дичь, что только стоит ночной завод СБФ-4. Или же второй, вторая теория, более реалистичный вариант, банальная криворуга с разрабов. В первую очередь, что этот прицел вообще в портале появился, скорее всего, он и не должен был там появляться. Ну а второе, что он имеет такие жесткие засветы. Видимо, раньше хотели добавить, но решили, и так сойдет, забили. Типа трех прицелов вам хватит. И же три сейчас, да, тепловых? Вроде три. Вторая новость касательно портала, а именно, что на технику, в частности, на транспортный вертолет СБФ-3, теперь доступны камуфляжи из 2042. Так-то, понятное дело, всем пофигу, но вдруг это первый, так сказать, намек на то, что они все же будут добавлять технику из портала в основную игру 2042. Потому что с чего бы им добавлять камуфляжи на технику из БФ-3, в которую никто не играет. Потому что, насколько мы все знаем, нового контента для 2042 вроде как больше не предвидится. Если они начнут переносить технику из портала в основную игру, это будет прям, прям топ. Как контент вроде как и старый, а на визу за счет нового баланса вносить какую-то будет. Ну все, это, понятное дело, вряд ли насчет того, что добавят в основную игру, но мечтать, как говорится, не вредно. Ну что ж, и заключительная на сегодня тему визуальная отдача, а именно ее исправление. Так как, как мы все знаем, после добавления ее в последний патч, она поломала стрельбу на многих стволах. Я проверил практически каждый ствол, на котором она была сломана, и на данный момент, на мой взгляд, теперь все работает более чем. В особенности где-то было прям критично, на том же БСВН, G428, Викар и Дигл. Теперь все стреляется отлично, оружие больше не кидает, как ошалевшие в разные стороны, можно юзать. Также напоминаю, что уже совсем скоро, 30 апреля, выходит новая пехотная карта с переделанным стадионом. Поэтому обязательно будьте на связи, все будем тестить, смотреть и так далее. А уже в середине мая новая техника в виде джета и новый пулемет. На этом у меня сегодня все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok